Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук и я живу в деревне. Я поехала торговать, но не только. Ещё заеду, мне нужна почта банк. Объясню почему. Потому что у меня накопилось там 119 долларов в ютубе. И 21 числа оплата не прошла. Я задала вопрос, почему не прошла. Хотя накопилось. Мне объяснили, что Сбербанк под санкциями. Поэтому заведите другую карту другого банка, который не под санкциями. Ну вот, для этого я поеду. Сейчас получу карточку почта банка. Не знаю, что получится, потому что сегодня он не под санкциями, а завтра может быть под санкциями. Неизвестно. В общем, не могу эти бедные несчастности 119 долларов получить. А может быть и ничего я не буду делать. Потому что, объясню почему. Потому что сейчас курс очень низкий. И за эти 119 долларов, сами понимаете, сколько я заработаю, сколько я получу денег. Может вообще и не трогать их. Потому что я не понимаю, что-то курс такой низкий, а почему-то все так дорого. Вот это для меня вообще загадка большая. Большая-большая загадка. Для вас не загадка? Почему так все дорого? Почему вот я масло, например, не могу купить масло растительное? Я думаю, просто нет масла. А сейчас как не подойду 180? Это я ничего не понимаю. Сейчас вот поеду в Ленту, может быть по акции, если будет, там хотя бы за 120 рублей. Я прям несколько бутылок куплю себе. И все, и пусть будет. Потому что я прям хотела вчера пирожки пожарить. С творогом сделала творог. Не с козьего молока. Хотела сделать с творогом. И с луком зеленым. Очень люблю. И уже и тесто купила. И все. Оно же там скиснет в холодильнике. Надо делать пирожки срочно. Поэтому я сегодня, я сегодня, поэтому куплю масло и пожарю. Вот какие у меня дела. Карточка масла. Торговля небольшая. Ягоды не больше трех литров. Может быть побольше. Но не знаю сколько. Мася научила Васю открывать все ворота. Потому что, вы не говорите, что я плохо закрыла. Не говорите. Потому что Мася у нас открывает три замка. На воротах три замка. Она все три откроет. Вертушка, цепочка и задвижка. И она все три откроет. Понимаете? Я уже не знаю, что делать. Если завязать веревкой какой-нибудь, она веревку развяжет. Все узлы развяжет. Она еще маленькая. Кстати, у нее все ее дочки, все так делали. Она еще маленько подходила ко мне. Открывала все замочки на моей одежде. Как-то пробовала открывать пуговицы. Даже иногда получилось расстегивать пуговицы. Все это она умеет делать своими губами. И дочки, дочек всех научила. И дочки тоже так же все делают. И Вася тоже теперь так же все делает. Так же все открывает. Ну, я понимаю, что можно придумать что-то такое. Там, например, код какой-нибудь. Закрыть какой-нибудь замочек. И код такой. Она же код не наберет. Например, там даже одни единицы, если набрать. Она же не нажмет пальчиками на замочек код, чтобы открылся. Вот надо на замочек с кодом. Я думаю, что такой вариант прокатит. Или просто ключик. А ключик убирать куда-нибудь. Мне кажется, вот такой прокатит вариант. Надо подумать. Ну, в общем, все. Я думала, что все сказала. А, молока взяла еще. Молока, немножко цветочков. И все-таки я не оставляю надежды на то, что какие-то вещички мои будут продаваться. Вы все правильно сказали, что надо написать, что все по 100 рублей, например. Такое вот объявление какое-то. Но у меня, блин, даже с собой нету никакой этой. Ни фломастера, ни бумаги, ничего. Ну, буду предлагать просто. Просто когда предлагаешь, бывает иногда, что это срабатывает. Так, ну все. Пошли у нас катакомбы. Я приехала на Золотую Ниву. Вот. Еще ничего не выложила. Начала носить из машины. У меня покупает ведерко. А потом дальше покажу, что еще буду выкладывать. Следом же у меня покупают еще одно ведерко и кучку огурцов. А что ли, Ксюрия? 350 рублей ведерко. Я не знаю, наберется еще на ведерко, нет. Продала два ведерка и три кучки уже огурцов продала. Получается, два ведерка 700 и три кучки. Тысячу рублей я заработала. Я даже не успела ничего помазать. Вот она. Всякая сдача там была. Вот у меня тысяча. Сейчас я попробую еще ведерко насыпать ягодки. Смотрите, какая. Я вам ее сегодня показывала. Эта ягодка, вот я не знаю, что это за сорт такой. Но она сдвоенная просто. Что сказать? Сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, я, наверное, сейчас по деньгам тоже не смогу посчитать. Три ведерко купили землянички. Получилось 350 умножить на 3050. Его только выложила. И что теперь? Я поеду домой тогда? Что я буду устоять с этим совсем? Питя Фукси привезла. А сейчас только выложила. А что у меня огурцы остались? И все, я сейчас уеду домой тогда. Я даже не выкладывала. Видите, у меня тут сумку, которую сшила, принесла с собой. Ну все, торговля моя закончилась. Чесночные стрелки я брала для того, чтобы... Чтобы вам показать мою прическу. Ой, очки запутались. Чесночные стрелки я брала исключительно для того, чтобы стол был не пустой. Потому что у меня только огурцы и земляника. Я продала за землянику вообще за 5 минут, наверное. А огурцы за 10. В общем, в общей сложности я продавала всего 15 минут. И поэтому, естественно, я поехала домой. Нет, я сейчас заеду за анимоной японской купить на Авито. Хочу. С девушкой договорилась. Потому что две анимоны, первая, которую Вадим покупал на Авито. И вторая... Да что такое? Все. Они обе у меня из земли не вышли. Или пропололи так. Я даже не знаю, куда они делись у меня. Их нету. Ну все. В общем, я собираю опять я в этих драных штанах. Позлю кого-нибудь. И поехала вот еще. У меня сейчас встреча с одной девушкой. На... Опа. С одной девушкой встреча на березовой роще. Она у меня покупает на Авито полотенце. Набор полотенец. Через полчаса мы с ней должны встретиться. Так, и столик остался. Никого нету? Никого. Пошла за столиком. Вот так вот я тут и бегаю. Ну зато 15 минут всего. Я про деньги расскажу позже. И точно скажу, сколько заработала. В общем, у меня случился казус. Я не знаю, сколько я кучек продала огурцов. Потому что у меня была реальная очередь. Ну, 1050 за землянику. Это точно. А огурцов было... Ну вот 7. И потом еще 2 кучки, что ли. Или 3. В общем, я не знаю, сколько. У меня 3000 рублей. 3000 рублей. Если, например, у меня половинку тоже за 50 рублей продала. Больше я же ничего не продала. Только землянику и огурцы. Ну вот какая-то мелочь у меня была с дачи. Я не знаю. Давайте будем считать, что было 5 килограмм огурцов. А 5. Меньше. Больше. Потому что, если, например, 1000 я заработала. Я же там не полкилограмма складывала в кучку. А 600 грамм. Вот. А, кстати говоря, пока я стояла. Уже когда продала... А, последняя кучка, по-моему, оставалась. Мужчина какой-то подошел. Я говорю, последняя кучка огурцов покупайте. Он говорит, кто бы мои купил. У меня, говорит, 4 ведра собрал сегодня. Я говорю, ну, вы, наверное, дорого продаете. Почему вы продаете? Он говорит, полкилограмма 150 рублей. Он говорит так. Я говорю, а, ну, я, извините, чуть подешевле. Я 100 рублей 600 грамм продаю. И у меня их в очередь расхватали. В очередь. Я не успевала телефон доставать. Поэтому, если было 10 кучек, это 1000 рублей. 10 кучек, 1000 рублей. По 600 грамм. 6 килограмм огурцов. Давайте будем считать. Ага, еще 1000 у меня откуда. Сейчас, конечно, я вспомнила, что я вчера продала ведерко земляники за 1000 рублей в группе. А тогда в машине ничего не помнила. Вообще памяти нисколько нет. Поэтому буробила, что попало. Давайте так будем. Я сегодня заработала 2500 рублей. 2650 я сегодня заработала. Знаете почему? Потому что я себе купила сумочку вот такую. По акции. Не по акции. Она была уцененная почему-то. Ну, написано скидки, скидки, скидки. Вот такая сумочка. Она стоила не знаю сколько. Она не натуральная кожа. Но она, может быть, вам покажется, что она такая дешевенькая. Но она сделана очень хорошо. Она сделана очень качественно. Я могу вам посмотреть, показать, что там внутри, как сделано. Ну, такие струи, такие все швы. Такие все. И написано Mada in Italia. Может быть, подделка, может, нет. Но сейчас покажу. Вот что. Так, вот этот джип. Вот так джип. Дальше что? Так надо вытащить. Сейчас я вам покажу. Вот, кстати говоря, этот комплект я должна была отвезти. Женщина сказала, ой, мне еще деньги снимать, я не успею. Давайте завтра. Она говорит. Я говорю, ага, ладно. Думаю, ага, пойду я вам завтра. Смотрите, как сделано хорошо. Ой, деньги тут же валяются везде. Все, все, все. Смотрите, как классно. Нет, не видно вам сейчас. Все, я включила вспышку. Сейчас вы все увидите, что там внутри. Смотрите, как красиво внутри. Все идеально. Идеально. Я обожаю, когда так сделано все. Идеально. Так, здесь какая-то подкладка, на которой написано вот... Знаете, что написано на ней? Давайте дома. Ой. Смотрите, что у меня козы вышли. Раз. Это многолетняя астра. Вот малину всю куст объели. Куст был шикарный. Вот прям вот, знаете, на нем сколько... Это все тоже объели. Объели вышли двое. Объели. Одна другую научила. Объели. Там с этой стороны все. Вот весь куст этот поели. Ну, в общем, что еще-то я видела? А, где же... А, вот яблоньку поели. Ну, малину ту, ладно, ее все равно вырывать. А так много. Где, мамка? Все. Идите. Все. По-ровному ходить не умеют они. Они только вот так прыг-прыг в кривкость, в кривкость. В кривкость. Они ходить просто так не умеют. Они только кривляются. Бум. 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 Господи. Как же вас поймать-то. Не надо. Не надо. Мамки съели. И так уже весь. Все растение. Ну, что с ними сделаешь, а? Ну, что, пусть едят. Ну, не надо. Ну, вон травы сколько. Ну, ты такой, я бы щипали весь цветок. Так вкусный, наверное. Вкусный. У меня еще два таких вон там в зарослях растет. Надо пересадить сюда. Может. Конечно, не для того, чтобы... Эйч, эйч. Эйч. Ну, давайте. Бум. 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 Что творят, а? Ну-ка, иди отсюда. Ёлочи. У кони какие хитрые. Идите. Тихо. Сейчас я какое-нибудь ведро одену сверху. Сейчас. Ну, ты беги. Плачет. Сам не хочет жопу поднять. Плачет. Ох ты, стакан. Давайте я вам скажу по поводу держать козлят под козой или не держать. Поверьте, я и бывало так, что и не держала, и держала. Я не держала самый первый окот, когда Роза родилась и Маруся. Маруся забрали сразу, а Розу я продержала год. Я ее не держала под козой. Но в результате я ее ходила, несколько раз выпаивала. А потом... Вот тебе мой халюсткий. Ты молочка хочешь? Пойдем, я тебе налью. Я еще не унесла. Домой пойдем. Бошу с ковшечкой. Ай! Да что вы такое не дадите попить ему молока? Смотри, что не дали попить молока. Иди отсюда. На, мой хороший. На, мой золоткий. Лёлик, иди пей. На, молочко. Я тебе и на. На, пей, мой хороший. Пей. А вы не пугайтесь, не пугайтесь его. Не лезьте. Нет? Ну ладно, Бог с вами. Боится. Ну что, наглые, конечно. Наглые, да с копытами, конечно. Они хоть кого забодают. А, ну давайте расскажу дальше. Смотрите. Правильно это, неправильно. Для их здоровья, конечно, правильнее. Потому что у них правильное пищеварение вырабатывается. Там все правильно они сосут. Когда у них молоко идет, не заходит в рубец. И заходит в тот отдел, который перерабатывает именно молоко. Схема даже могу. У меня есть такая схема, которую могу приложить. Для этого многие все-таки стараются мучиться и кормить и соски. Потому что соски, это все-таки естественнее для них. Чтобы пищеварение правильно развивалось. Вот. Дальше что? Но я к таким мукам не готова. Поэтому то, что вот, допустим, Нюша моя под козой росла. Потом я ее продала в 6 месяцев. Вася у меня под ней росла. Конечно, она сосала там за это. Пропробовала. Я не скажу, что это такие были прямо муки, муки. Чтобы она... Вот она, пожалуйста, у меня родила. И даже она до родов еще беременная была. Она уже не старалась ее сосать. Я, конечно, одно время надевала на нее всякие там колготки. Потом лифчик ей покупала. Чтобы она... Но это все не помогает, конечно. Когда только коза сама не хочет давать молоко, она ее и не подпускает козочку. Это нормально. Потому что не всегда же козочки до самого конца их... Ну, хотя, конечно, наверное, бывают такие случаи, что сосуты сами у себя. И всякое бывает. Ну, вот у меня вот так сейчас Васька не сосет маську. Не знаю, что будет дальше. Уж посмотрим там. Этих козликов я буду продавать. Поорут и перестанут. Они уже практически в месяц будут есть и зерно, и траву. Сейчас едят уже и сено. Конечно, подпаивать молоком их придется, наверное, скорее всего. Говорят, чтобы был хороший производитель. Ну, типа до трех месяцев. Ну, сейчас еще тут поедят. Ну, пусть едят. Я вообще вот не против. Знаете, мне огород, пусть он растет и приносит пользу всем. Не только нам и козам тоже. Мне кажется. Ой. Представляете, не вру. Чихнула. Все равно все не съедят. Что-нибудь да останется. Какие-то цветы, какие-то овощи останутся все равно. Поэтому вот я держу под козой. Поверьте, кто ни разу не держал под козой и спорит, что под козой сложно держать. Может быть, по рассказам тех, кто держал и мучился. Но, вы знаете, я сравниваю так и так и понимаю, что под козой легче. Сто раз. Сто раз. В миллион раз. Я держала под козой, держу и буду держать. И если у меня даже на племя будет козочка оставаться, я все равно ее оставлю под козой. Потому что, представьте, доить нужно только один раз. Сейчас вот тоже я Ваську даю один раз. Но вот все-таки она молодая коза и лактация у нее будет посильнее, чем у Масси. Потому что Масси некрытая, не рожала. У нее один раз в день достаточно по утрам доить, потому что у нее вымя вмещает нормально за сутки. А у этой не будет молоко вмещать за сутки. Но ее можно и приучить. Приучить, и она немножко сбавит молока, и будет поменьше давать. И тогда можно будет доить один раз в сутки. Так многие делают, и, может быть, я к этому приду. В этом году, несмотря на то, что у меня 4 головы, мне значительно легче. Потому что я их почему-то перестала выводить на поле пасти. Вы знаете, ну, перестала, и все. Вот еще и гортензию поедят, попробуют. А тут не хотят, не хотят. Там у меня бархатец, такие узколистные, знаете, такой желтенький, красивый будет. И вот он пахнет, и они, конечно, не нравятся им. Я могла бы, конечно, много доводов разных привести, но что забегала, что забегала. Привести доводов в пользу того, чтобы держать под козой, но выбирает все равно каждый сам. Каждый сам будет выбирать. И я вот выбрала так. Это легче. Если хотите мучиться, чтобы вам животные приносили страдания, муки и трудности, пожалуйста, а если удовольствие, то можно и так, как я, для радости. Они, конечно, поорут. И это поорет. Моя тоже будет орать. Вот козликов продам. Моя будет орать. И они будут орать. Ну, что делать? Вот, видите, молоко там для кота. Он сунул нос. Хватит. Хватит это все уже. Ну, попробуй попить. Будешь пить, нет? Холодное, конечно, не будет уже. Слушайте, оборвали и кинули. Ладно бы съели. Попортили только. Вот какие вредители. Вы стили вредители мои маленькие? Вы мои вредители. Бомб. Да так твердо, представляете? Как звянькнула коза. Прямо этими рожками, рожками они уже дерутся. Рожками. Вот это да. Смотрите, а то как у Гоши. Мася рог сломала, помните? Вот так же. Раз. И у Маси нет рогов. И она сломала у Гоши рог своим лбом. Представляете? Могу вам видео поставить. Так прикольно. Ну, как прикольно. Ну, страшно мне было. Мне было страшно. Тем более козел не наш. Так он с одним рогом потом и жил. Знаете, да? Что моя Василиса, его дочка Гошина. А у Маськи с Гошей была большая любовь. Большая любовь. Большая-пребольшая. А Гоша это сын Виста Катиного. А козлики внуки Дарича. Козлики сыновья Давида. Давид сын Дарича. Тоже Катина. В общем, у нее очень хорошие крови. Племя очень хорошее. Ну, просто по-хорошему. Не хотела сказать даже слово завидовать. Просто я рада, что я с ней знакома. Она умничка. Молодец. И в таком держит хозяйство. В таком. И линии соблюдает. И кровь у нее хорошая. И молочность у нее. И знает. Она много все. И много-много-много знает. Всего и умеет. Много всего. Вот умничка, конечно. Катя. Она уехала сейчас. Она жила у нас в Жеребцово. Здесь недалеко уехала. В Алтайский край. Потому что там приволье. Там нет комаров. Ну, ну, ну. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ну, ну, ну. Сейчас доконает ведь кота. Не надо мне тут все рвать. И топтать. Ух ты, какие. Спасибо.